В среду в столице открыли БКЛ, самую большую кольцевую линию в мире, 70 километров. Грандиозный проект, который по сложности сравнивают со строительством Крымского моста. Наш корреспондент Анна Бажайкина одна из первых прокатилась по новому кольцу. С этой минуты вы муж и жена, вы можете поздравить друг друга. Их лодка любви в семейную жизнь отчалила под стук колес. Саша работает в метро, да и первое свидание с Катей полгода назад тоже произошло в московской подземке. За день до этой встречи я была на площади революции и потерла нос собачке, той самой овчарке, и загадала крепкую семью. Как ни странно, и я. Вот и решили, что станет для них обручальным большое кольцо в день открытия. Совсем недавно еще, москвичи помнят, наверняка у всех ужас стоял в глазах, когда думали, рассуждали по поводу ситуации с транспортом в огромном городе, таком как Москва. Думали, ну как же решить все нависающие над городом проблемы. А вот городские власти работали, работали напряженно, били в эту точку и добились. Спасибо, конечно, огромное метростроителям. Они совершили без прикрас подвиг. Труд можно назвать героическим, потому что работали на них в сложнейших условиях. На платформе лишь малая часть метростроевцев. БКЛ возводили 20 тысяч человек. С таким размахом, как никто в мире. Только кабеля по кольцу 25 тысяч километров. Это больше половины экватора. БКЛ окутала Москву всего за 12 лет. По традиции я прошу вашего разрешения на пуск Большого кольца в метро. Разрешаю. С Богом. Поехали, ребята. БКЛ назвали вторым сердцем столицы. Биться в полную силу оно начало в первый день весны. Запустили на станции «Сокольники». Повсюду панно и плакаты в честь метростроевцев. Тех, кто начал работу под землей еще в начале 30-х прошлого века. Я разговаривал с этими ветеранами. Это колоссальный праздник. Это было что-то такое невероятное. Мы спускались в подземелье и думали, что это, ну, типа пещера какой-то там. А когда входили, а тут оказывается дворец. Создадим дворцы для народа – девиз метростроевцев того времени. Станции Слепнины, панно и мозаикой стали шедеврами архитектурной мысли. Первым пассажирам БКЛ тоже есть на что посмотреть. До платформы станции «Марина Роща» три минуты на эскалаторе. Он теперь самый длинный в Москве. Почти 130 метров. 724 ступени. Пузатые бочонки с декоративными трещинами. Так дизайнеры изобразили фарфоровую посуду. Отсылка к чаепитиям у графа Шереметьева. Его усадьба как раз неподалеку от «Мариной Рощи». А встроенная внизу подсветка будто подвешивает огромные колонны в воздухе. Нагатинский затон – станция музея. Вдоль платформ обитатели московских рек из натурального камня. Самое большое изображение щука – 14 на 3,5 метра. А вокруг нее – караси, лещи и окуни. А вот на выходе в наземном павильоне нужно смотреть на потолок. Здесь 115 квадратных метров золотой чешуи. Свечение на станции ЦСКА беглым взглядом не заметишь. Колонны облицованы лабрадоритом. С виду темные, но под определенным углом появляются синие переливы. Световые линии стали акцентом и на станции Рижская. 16 арок – как символ въезда в город. Это если смотреть по сторонам. А наверху, под потолком, огромная плазма-ковер-самолет. Изображение для арт-инсталляции создала нейросеть. Узоры демонстрируют возможности интернета в метро. Он летает. В прошлом году во всех тоннелях почти как дома. 78 мегабит в секунду. На БКЛ будет 120. В каждом вагоне метро по 48 USB-розеток. Это составы новой серии Москва-2020. Просторные, бесшумные. Именно они будут курсировать по новому кольцу. Полный круг состав делает за 87 минут. БКЛ – это 31 станция. 47 пересадок на другие линии метро, МЦК, МЦД и электрички. Перебираться из одного района в другой можно, не заезжая в центр. Например, путь от Печатников до Рассказовки стал на полчаса меньше. В два раза быстрее можно доехать от Каховской до университета. В основном в Савеловской доезжаю. И на Авемоторную. Раньше несколько пересадок нужно было делать. А теперь сел на БКЛ и радуйся. В 50-х в столичной подземке появилась кольцевая. Она связала все радиальные линии. На станции Курская прямо перед платформой осталась металлическая вставка. Курская Большого кольца. Но где же тогда малая? Вот такая вот маленькая трамвайная линия. Только она не совсем круглая была. Она уходила еще и по набережным Москварике. Это был трамвай А, Аннушка. Он открылся в 1911 году. Планировалось, что это будет та самая малая кольцевая линия. Должна была идти под землей. Ее не построили город. Разросся. А в 69-м на юге Москвы построили новый участок. От Каширской до Каховской. Это и был первый задел для БКЛ. Проекты вернулись спустя 40 лет. В 2011-м. Подземная Москва напичкана тоннелями, стоками, фундаментами зданий. От городской застройки, подземных вод и раньше, и сейчас зависела глубина заложения станций. Плюсы станций неглубокого заложения. Это в сроках строительства. Станции можно возвести быстрее, чем глубокого заложения на процентов 40 по времени. В 30-х инженер Вениамин Маковский первым предложил, станции нужно закладывать глубоко. Его сын – один из руководителей стройки БКЛ, где почти все станции мелкого заложения. Рассмотрев именно положение станции Хадынское поле, мы задали себе вопрос. А почему в этом чистом поле, не обремененном никакими строениями, нужно углубляться так глубоко со всеми этими проблемами? После этого задумались, а почему остальные станции нельзя сделать открытым способом на мелком заложении? Метро – главная опора транспортного каркаса столицы. Ежедневно оно перевозит до 7 миллионов пассажиров. По прогнозам, большая кольцевая линия разгрузит МЦК на 20%, на радиальных линиях станет свободнее на 22%. Ожидают, что и на автомобильных дорогах снизится загруженность на МКАД третьим транспортным от 5 до 15%. Потому что водители будут выбирать общественный транспорт. Итак, третье транспортное кольцо, обычный будний день, час пик. Начинаем отсчет. То ли повезло, то ли БКЛ сделала свое дело. Почти вся дорога свободна. Заторы только на западе Москвы. Путь занял 1 час 34 минуты. Протяженность третьего транспортного – 36 километров. Длина метра кольца в два раза больше – 70 километров. БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро. Обогнала пекинскую подземку. Там кольцевая растянулась на 57 километров. А всего под землей в китайской столице 428 станций. В Москве пока 258. Но во время строительства большой кольцевой уже заложили станции на перспективу. Анна Бажайкина, Роман Журавлев, Роман Демидов, Илья Забежинский, Михаил Карелин, Денис Носиевич. Программа «Вместе». Продолжение следует... Продолжение следует...